Девушки отдыхают В фильме «Прогулка со львами» Фильм основан на реальных событиях В фильме также снимались Кэрри Фокс Ян Баннен Хью Куарши Хонор Блэкман Жеральдино Чаплин Композитор Эллен Ривз Странные бывают вещи Внезапные, случайные Как-то я болтался на побережье Восточной Африки Поработал в Ламу Занялся серфингом в Милене Потом, как всегда, кончились деньги Жизнь текла бесцельно, размеренно И свободно Советую попробовать Это неплохо Оператор Жан Лепин Эй, парень Подкинь мяч Я покажу, как надо Давай, вот так Понял Тренируйся Я нашел работу шофера в сафари Вдали от океана Приличные деньги Симпатичные туристки Но все обернулось иначе Авторы сценария Шэрон Бакингхэм Кит Росле Ке Продюсеры Петро Кроненберг Джулия Аллен Режиссер Карл Шульц Спасибо, до встречи в следующем месяце Привет, Терренс Как дела? Нормально Африка – это не то, что Германия Уильям, бутылочку светлого Вы Джонни Максвелл? Может быть Может быть А я Тони Фитджон Вы обещали мне работу шофера в сафари Жду вас целый день Да, да Но, увы, работа ушла Вы обещали быть здесь вчера Послушайте Я ведь сказал, что приеду Я вас заверил, верно? Я нанял надежного человека Если я говорю в полдень Это не значит на следующий день Что ты несешь? Я потратил последние 20 шиллингов Чтобы приехать в эту дыру Ради твоей вонючей работы В том-то и дело Эта работа не вонючая А для вонючей Ты бы сгодился Спасибо Прыгайте Спасибо Вы случайно не в Бомбас уедете? Нет Я думал получить работу, но... Кстати, меня зовут Терренс А меня Тони Тони Фитджон Я еду к брату Там есть одна вагансия Недавно открылась Да? Мне нечего терять Сомалийцы? Скорей бандиты Дезертиры с Северного фронта Сюда на юг редко доходят Субтитры создавал DimaTorzok Этот парень вместо Стэнли Его зовут Фитджон Привет Адамсон Джордж Адамсон Добро пожаловать в кору Хамиши Еще одну порцию Ну, рассказывайте Что у вас тут за работа? Вот она, слышите? Мои львы Дикие пришли Что-то рано Рано Проклятые львы Поужинать нормально не дают Честное слово Когда они наконец слопают Джорджа Я стану тут хозяином Сразу же избавлюсь от этих львов Из-за льду слонов Слон Вот это животное Да, слон Давай, давай, малыш Заходи Двигайся Давай, давай Хороший мальчик Здорово дрался Смелый мальчик Он схватился с дикими львами Я вспомнил, как мы Отпускали Эльзу Эльза? Это лев? Вообще-то львица Тот фильм Рождённый свободный, да? Было такое Эльзу мы отпустили первой А потом отпустили всех львов из того фильма Жалко было сдавать в цирки и зоопарки А после люди со всего мира стали присылать нам львят Мы их растили и готовили к жизни в родной стихии И этого прислали малышом Вряд ли я смогу тут работать Не спеши, присмотрись Оплата сто шиллингов в день Плюс комната и питание Ну что? Сейчас, сейчас иду Иду, иду Я всегда смиренно подчинялся воле судьбы И как выяснилось, правильно делал Итак, я начал работать у двух братьев-старцев В жуткой глуши И вскоре хорошо изучил их образ жизни Хороший мальчик Джордж вырастил более 30 львов, рожденных в неволе Он учил их выживать на свободе Жить так, как им было предначертано Давай, малыш Следы антилопы Давай, давай Молодец, молодец Давай, давай Нашел Умница Давай, давай Давай, малыш, давай Утром берешь две бочки На день хватает Готовка Мытье И так далее Можешь искупаться Если любишь приключения Да уж С утра мы обычно разносим мясо по разным местам Кормим львов Я буду ходить с тобой, пока львы к тебе не привыкнут Знаешь, Джордж Долго я здесь не пробуду Мне бы Заработать немного и двигать дальше Вот и все Долго я здесь не буду Долго я здесь не буду Спокойно Кисуля Вот так Улыбнись мне Черт Советую отступать назад Очень медленно Не поворачивайся спиной Отступай Только медленно По одному шагу к машине Боже Назад Отстань от него Плохой мальчик Уходи Уходи Джордж Пригнись Давай вниз 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 Ты действовал неправильно Ты действовал неправильно Нельзя убегать Ни за что Лучше ударить льва Чем бежать Помогает в девяти случаях из десяти А десятый случай Кончишь как Стэнли Стэнли Парень, что был до тебя Вы хотите сказать, что лев напал на него? И убил? Когда это было? На прошлой неделе Ничего себе Да вы сволочи Что вы тут утворяете? Живете в глуши И кормите львов Своими работниками Все Хватит Я уезжу Тебя отвезут прямо с утра Да, большое спасибо Делай тебе в штексе С другого дурака Умный парень Я хочу ответить на твой вопрос Какой вопрос? Сегодня ты Сказал одну фразу Что вы тут вытворяете? Моя любимая цитата из Корана такая Всякий зверь на земле И всякая птица в поднемесье Суть единая с тобой Как и Творец наш Не слышащий этих слов Мертвая плоть Львы Наши духовные братья Они нам ближе, чем люди могут себе вообразить Моя задача в том, чтобы пытаться понять их Творец Хорошая девочка. Спасибо, Джордж. Было очень интересно. Удачи. Терренс. Привет, Джон. Есть в лагере львы? Много. Не тронут. Это Тони Фиттс Джон. Привет. Здравствуйте. Нам нужно отвезти его в Горрису. Может, сделаешь одолжение, подбросишь по дороге. Хорошо. У тебя ко мне дело? В управлении решили запретить тебе отстреливать животных на пищу львам. Это не больше, чем лев съедает сам. Да. Но лучше привозим мясо со стороны. Ты ведь понимаешь, что это невозможно. Извини. Пойми ты. Вообще идут разговоры о закрытии твоей львиной фермы. Десять лет назад это было терпимо. Но все меняется, Джордж. Местное население почти утроилось. Понимаешь, Джордж, львы, которые не боятся людей, очень опасны на свободе. Мои львы опасны не больше и не меньше, чем их дикие собратья. Куда опаснее сильно привыкать к ним. Но это уже другое. Сейчас меня вроде как обвиняют в браконьерстве. Вот тебе раз. Сначала речь шла о пятерых львах из фильма. Не более того. Теперь уже район кишит львами. Так ведь нельзя. Пора остановиться. Я предупреждаю тебя, Джордж. Засунь это предупреждение себе взад. Спасибо за информацию. Он прав. Эти львы очень опасны. Если это так, Терренс, то какого черта ты тут делаешь? Я построил здесь все дороги, что видны глазу. И строю до сих пор. Ясно. Что дальше, Джордж? Новые львы. Живо! Живо! Я был прав. Они приходили сюда ночью. Я глава Прайда. Этот вопрос бесспорен. Если лев учует в тебе слабину, он убьет тебя. Слышишь? Это они. Нужно соответствовать им. Тогда риск не... Это не шутки. Понимаешь, Тоня? Даже самый ручной лев потенциальный охотник. Нужно развить в нем эти качества. Вот они, как изменились. Джума! Сейчас мы дадим тебе мясо. Худые какие. Не везет на охоте. Хорошая девочка. Молодец. Теперь ты, Джума. Молодец. У них сильное чувство территории. Так они общаются между собой. Обмениваются информацией, угрозами, оскорблениями. Джордж, я не хочу оскорблять львов. Зачем ты меня заставил это делать? Ты заявляешь о своем присутствии. Медишь территорию, так сказать. Это важное дело. Тони. Приветствую. Рад тебя видеть. Я очень рад, друг мой. Познакомься с моим новым помощником, Тони. Тони, это вождь. Хайджи Абу Джебрал. Приветствую. И его сын Юсиф. Привет. Вождь, я хотел бы закупать у тебя верблюжье мясо для своих львов. Хотя бы пару раз в месяц. Отдам по хорошей цене. Деньги мне будут нужны в следующем месяце. Сын поступает в университет в Найроби. Поздравляю. Что будешь изучать? Политология. Инженерное дело и женщины. В этом я профессор. Знаем мы таких профессоров. Между прочим, жалоб не поступало. Что вы тут делаете? Изучаете местные обычаи? Мисс Джексон, аспирант по антропологии из Оксфорда. Вообще-то я пишу книгу о народах Сомали. Впечатляет. А это Джордж Адамсон. Ах да, повелитель львов. Рада познакомиться. Джордж, надеюсь, что такой опытный человек, как вы, может подсказать, как жить в Найроби и что носить бедному кочевнику из северной провинции. Я чувствую, у тебя все получится. Джордж, сезон сухой и долгий. Наша трава почти съедена. Можно нам переправить скот через реку под Кормицей на неделю? Боюсь, что должен отказать. Даже на такой срок. Тихо. Он уже ответил. Думаю, вождь, что река должна нас разделять. Верно. Львы и быки несовместимы. Два дня назад лев напал на моих пастухов у реки, и они стреляли в него. Они защищались. Надеюсь, это был не твой лев. И я надеюсь. Где это случилось? Возле Меру. Джордж, привет. Привет, Мацул. Как дела? Бог ты мой. Мистер Фит Джон. Вы знакомы? Да. Встречались. Партнеры по вольной борьбе. Точно. Он собрался бить, но я ударил раньше. Я был тогда пьян. Конечно. Я оплатил твой счет. Наверное, обанкротился. У меня к тебе дело, мы нашли раненого льва. А мы как раз его ищем. Рядом с лагерем. В Меру. Подвезешь? Старина угас. Я отпустил его три года назад. Пуля сидит в спине. Не надо блеска. Видимо, тот, в которого стреляли пастухи. Это первый случай нападения моего льва на людей. Потому-то и нельзя перегонять за реку скот. Пастухи то и дело будут стрелять львов или класть оттравленное мясо. Вид у него неважный. Можно его спасти? Я постараюсь. Ему не лучше? Нет. Позови, если понадоблюсь. Держись, малыш. Держись. Вспомни всех львов, которых ты победил. Всех львиц, которых обладотворил. Всех кого-то поверг. Это придаст силы. Давай. Вспомин 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 Ну, давай. Давай. Да. Вот так. Кто хозяин Земли? Я. 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 Молодец. Ты выкарабкаешься. Боже мой. Он притащил еще одну. Я ему не отец. Между прочим, дух молодости в лагере нам не помешает. А меня ты уже расписал в утиль? Малышка. Джордж, он очарователен. Где ты его взял? В Роттердаме. В зоопарке. Он твой. Ты за него в ответе. Опять эти чертовы львы и голые попки. Да, нормально. Так годится. Хватит уже. Так, голубую. Нет, нет, постой. Белую. Нет, подожди. Голубую. Терренс. В чем дело? Миссис Джой Адамсон приезжает на Рождество. Голубую или белую? Голубую, конечно. Белую легче испачкать едой. Я тебя еще таким не видел, Джордж. Нервничает. Это его единственный шанс в году расслабиться. Да, да. Голубая будет лучше. Привет, Хамиши. Здравствуйте, мама Джоэй. Здравствуйте. Привет, Джордж, дорогой мой. С Рождеством. С Рождеством. Рад тебя видеть, Джой. Ты здорово выглядишь. Ты выглядишь еще лучше. Привет, Терренс. Тебе тоже привет. А это что за мальчик? Это мой новый помощник, Тони Фитджон. Очень рад. Взаимно. Здесь становится интересно. О, Джордж, ты помнишь, как до войны, в сентябре, мы залезли на вулкан Кения, как раз после дождя. Цветы были прекрасны. Великолепно. А на следующий год мы пересекли вдвоем Сахару. Помнишь те ночи в Алжире? Рожденная свободной, как ветер свободен, как свободная трава. Заткнись, Терренс, старый шизофреник. Разве не в Алжире ты развлекалась с ботаником, пока Джордж был в имя? Нет, нет, ботаник был в Каире. А в Алжире был издатель. Ты его часто вспоминала. Убирайся. Ни секунда тебя больше не потерплю рядом. Старый девственник. Я приехала общаться с моим дорогим Джорджем. А ты посиди где-нибудь. Меня выгнали, Джордж. А вы останетесь. Ты его прогнал? Да. Знаешь, я тоже немного сирота. Честно? Ты не грусти, ладно? Ну, давай. Хороший мальчик. Я решил назвать львенка Бернардо. В честь доктора Бернардо, человека, ухаживавшего за сиротами. Впервые в жизни я почувствовал ответственность за другое существо. Это так здорово. Сюда, малыш. Видишь, Бернардо, как легка твоя жизнь. Охота, еда, сон, любовь. Мне бы так. Джордж, взгляни на себя. Сидишь в этом буше со львами и виски. А жизнь проходит. Поехали со мной в Эль-Самер. И начнем новую жизнь. Уйди отсюда, оставь бедного Джорджа в покое. Если бы не ты, он женился бы на Викторию Андричелли и был бы счастлив. Джордж, ты слышал, что Терренс мне сказал? Виктория Андричелли? Скажи ему, что он лжет. Вышвырни его отсюда. Ну, ладно. Прощай, Джордж. Боже. Джордж, ты моя самая большая любовь в жизни. Но будь ты даже последней женщиной на земле, я бы не смог жить с тобой вновь. Хорошо. Но запомни одно. Люди не будут вечно терпеть тут старого чудака и кучу львов. Тебе придется уйти отсюда. Рано или поздно. Неплохо сказала. Заткнись, Терренс. Пока, Хамиша. До свидания, мама Джой. 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 Я здесь сейчас. Мне тут... Мне хорошо в этом месте. Счастливого пути. Счастливого пути. Что ты там видишь, Бернардо? Тихо, Лоня. Давно не встречались. Бернардо? С ним что-то неладно. Чёрт. Уйди. Уйди, Тихо, Лоня. Тони. Джордж. Я, наверное, умираю. Наверное, да. Но я хочу посмотреть на тебя. Тони. Тут нет твоей вины. Это могло случиться с каждым. Это могло случиться со мной. Мы нашли Тихоню. Он отравился. И поэтому у него съехали мозги. Может быть, тебе нужно что-то? Я могу для тебя что-нибудь сделать? Я могу для тебя что-нибудь сделать? Новые львы. Новые львы. Потрясающе. Я прожил в Коре много месяцев, которые слились в годы. Порой мы не произносили заденнее слово. Он поведал мне многое о земле и животных, нас окружавших. Денег у нас почти не было. Но нам ничего не было нужно. Только тушенка и виски. Верблюжатина для львов и керосин для ламп. Один знакомый одолжил мне самолетик, и я учился летать. Иногда я заводил с Джорджем разговор о поисках денег для Коры. Но он отвечал, что не желает клянчить. На этом разговор кончался. На протяжении лет наш маленький рай не менялся. Но менялся мир вокруг. Пастухи, браконьеры, политики и бандиты. Мы мешали им всем. Пастухи все чаще переходили реку у Коры. Это охраняемая территория. Они это знали. Прошу вас удалиться. Он говорит, что трава не принадлежит людям. И не коровам. Так и скажи ему. Они превратили свою землю в пустыню. Теперь хотят сделать то же самое с нашей. Привет, профессор. Приветствую. Не ожидал вас встретить снова. Тут у реки немало бандитов. Женщине одной небезопасно. Я и не одна. Вот так. Джордж. Люсиф. На севере засуха, а у вас много сочной травы. Почему им нельзя сюда? Не надо просить за нас, мисс Джексон. Это наше дело. Почему не пускаете мои стадо на пастбище? Юсиф, пойми, здесь заповедник. Джордж, что скажешь ты? Компромисс возможен? Я скажу. Что животные должны быть защищены. И тут компромисс невозможен. Так ему и передай. Юсиф был очень гордым. Он понял одно. Наши животные для нас важнее, чем его люди. С того дня он стал нашим врагом. В чем дело? Мама Джой. Она умерла. Что? Ее убили. Один из слуг. Джордж. Я соболезну. Надо было мне ехать с ней. Может быть... Я бы спас ее. И жил с ней рядом. Тебе было лучше без нее. Ты сам это говорил. Я мечтал о детях. Всегда хотел детей. Да. Да. Я не умею. Я не умею. Я не умею. Они не умею. Привет, доктор Фитц-Джон. Привет. Пишите диссертацию о женщинах? Нет, прошение о деньгах. Что вас привело сюда? Заехала к Джорджу взглянуть на ваш самоотверженный труд. Джордж уехал в меру на весь день. Как жалко. Через пару минут я поеду по территории. Присоединяйтесь, если хотите. Как тут откажешься? Между прочим, тут иногда проходят стадо лопоухих. Что? Слонов. Они где-то близко. А что вы делали раньше? Болтался в северном Лондоне. Бездельничали? Да. Потом подался в ЮАР, водил там грузовик. Потом оказался ненадолго в Танзании, затем перебрался в Зимбабве, в Хараре. Работал вышибалой в заведении, ну, в общем, вроде борделя. Поздравляю, пострел везде поспел. Смотрите, вон они. Терренс их очень любит. Привет, друзья. Как поживаете? Он на седьмом небе. Готов до ночи так стоять. Когда Джордж и Терренс впервые приехали в Кору, здесь были сотни слонов. Теперь их около двадцати. Цена на слоновую кость возросла. Та же история с носорогами. У нас не хватает людей для защиты от браконьеров. А если бы хватало, рейнджерам платят восемьсот шиллингов в месяц, а браконьеры выложат десять тысяч, чтобы их не трогали одну ночь. У тебя есть парень? Нет. А дети? Нет. Заведешь? Не сегодня. У львов самка решает, когда заняться сексом. Гипоталамус ее мозга связан с гипофизом, вырабатывающим гормоны, перед которыми не может устоять самец. Я читал об этом. Она ложится на спину и дразнит его, пока он, в общем, не будет готов. Ты видела пенис льва? Он вращается на сто восемьдесят градусов. Она дразнит его, играет с ним, а потом позволяет взять себя. Они совокупляются каждые пятнадцать-двадцать минут в течение двух-трех дней. Очень похоже на мой собственный опыт. Что это? Вон там. Носорог. О, Боже. Зачем? Деньги. Будет красивая рукоять для сапли. А еще на Востоке есть мужчина, который верит, что его измельченный рог поможет восстановить мужскую силу. Браконьера. Смотри. Эти чертовы пастухи с ними. Люси, что с тобой? Ты рехнулся. Нас чуть не убили. Дай я посмотрю. Ты ненормальный. Прости. Прости меня. Нельзя было стрелять в людей. Это ужас, это жестоко, мерзко, отвратительно. Согласен, я сожалею. Но кто еще их остановит? Власти. Рейнджеры. Полиция. Армия. Они. Их там не было, а я был. Ерунда. Ты типичный холерик с манией самоутверждения. Такие люди все время борются с окружающим миром. Какой холерик? Ты белый человек. И тебе многое дано от рождения. У них скудный выбор. Они голодают. Но это не дает им права уничтожать то, что мы храним. У них другой язык. Пули лучше универсальный язык. Люси права. Пули — это плохо. Но ведь они сами убивают животных. У меня одна цель. Остановить массовое истребление животного мира. Вы оба по-своему правы. Люси здесь заночают. В темноте опасно ехать. Кейл постелит ей в гостевом доме. Люси. Люси, послушай. Тебе нужно что-нибудь? Воды? Чая? Меня? Ты невыносим. Я знаю. Оскорбил меня. Нагрубил. Пытался меня убить. И теперь я должна лечь с ним в постель. Все по теории. Мне ведь многое дано. Да. Но в данном случае тебе будет дано не все. Я подарю тебе радость. Мне трудно себе это даже представить. Видимо, вопрос сводится лишь к одному. Все устроено свыше. Люди – это животные. Я очень вас люблю. И горжусь вами. Скоро вы сможете сами о себе заботиться. И запомните, вы нам нужней, чем мы вам. Уже зеваете? Вам пора спать. И мне тоже пора спать. Привет, Тоня. Я как раз из той деревни. Расследовал случай браконьерства. Мы нашли машину, о которой ты говорил. Отлично. А Рок нашли? Нет. И винтовок тоже. Они утверждают, что ехали по северному берегу реки, а ты открыл огонь без повода. Я нашел в машине пулевые отверстия. Ну да. Я стрелял по негодяям. Да. Но они выдвинули иск. Что? Мне пришлось доложить об этом в Найроби. Я сказал, что эти люди, возможно, угут. Возможно? Здесь вам становится опасно жить. Сегодня утром пришел приказ о закрытии коры. Боже. Львов нужно вывезти в другие районы или зоопарки. В сентябре вам не возобновят лицензию. Все кончено. И ты счастлив был. Ты давно об этом мечтал, верно? Это для вашего же блага, Тоня. Значит, закрывают кору. Переведут моих львов в другой район. Отправят в цирк, чтобы они развлекали, потешали. Их будут унижать. Или в зоопарке, в концентрационные лагеря. Вам потребуется армия, чтобы вывезти моих львов из коры. Не советую ершиться. Мне приходилось биться с буйволами. Извини, Тоня. Буду действовать через голову Джона Белла. Шеф природы охраны Дэвид Мбоя. Мой друг и союзник. Он добьется для нас лицензии. Отвези ему это письмо. Будь благоразумен. Расскажи о нашей работе. Я прошу еще об одном годе. Пока что. Может быть, выйдет. И не падай духом. Нет, нет, ты не понимаешь. Вот так. Ты знаком с теорией Маслоу? Нет. Нет. Я так и думал. Черт возьми. Мне пора идти. Тоня, выпей еще одну. Нет, я опаздываю. Мне пора. Вот, возьмите, а я пошел. Тоня, все-все, пока. Мистер Мбоя, пожалуйста. Но он... Минутку, сэр, постойте. Он занят. Простите. Вы, видимо, Фитт-Джон. Тони, Тони, Фитт-Джон. Спасибо, что принялись. Я не займу много времени. Я работаю с Джорджем Адамсоном в Коре. И он попросил передать меня вам это письмо. Мы хотели бы... Он хочет продлить лицензию для Кори. Вряд ли это в интересах Джорджа. Ситуация такова, что там требуется рота вооруженных охранников. Верно. Вы это можете? Не могу. Кори не госзаповедник. Это арендованная собственность. Хорошо. Поднимите аренду. Насколько? Дело не в аренде. Разве вы не понимаете всей подоплеки этого дела? Вождь Хайджи – сомалец. Так же, как и начальник штаба его войск Мухаммед. Если я продлю лицензию, мне придется объяснять Хайджи, где пасти Скотт, кроме Кора. Дело не в коровах. Слоновая кость. Рог носорога. От продажи которых министры наверняка имеют солидную прибыль в карманах. Не надо голословных обвинений. Почему бандиты не наказаны? Если вы начнете обвинять министров, подвергнете Терренса и Джорджи еще больше опасности. Кстати, лицензия истекает в сентябре. Я могу продлить ее до конца года. Этого мало. Дайте нам хотя бы два года. Я действую лишь в интересах. Кении и народа Кении. Но Джордж и Терренс создали Кору. Это моя юрисдикция. Это их территория. Вовсе нет. Исаак, еще бутылочку, пожалуйста. Бравый Фитц-Джон сам платит за выпивку. Поздравляю. Джон Максвелл. Как там твой визит? Прошел в теплой обстановке. Теперь нас точно выкинут. Что случилось? Я написал на его юрисдикцию. У тебя в этом деле большой талант. Писать на людей. Да уж. Слушай, завтра я лечу в меру. Подкинуть тебя? Даже не знаю. Черт его кора. Мне еще нужно туда съездить. Ладно. Я скажу Джорджу. До встречи. Макс, давай еще выпьем. В другой раз. Я иду домой. И тебе советую. Черт его кора, черт его львы, этот чертов упрямый старик. Будь я попроще, плюнул бы на все и дунул бы в Мамбасу. Но я мог сделать лишь одно. Поехать домой. Поехать домой. Счастливо. До свидания. Поехать домой. Поехать домой. Привет, Кея. Привет. Заходи. Спасибо. Итак, ты вернулся. Тебя просили об одном – доставить мое послание в трезвом виде. После твоего визита к Дэвиду, меня официально лишили лицензии на кору. Прости, Джордж. Хочешь, чтобы я ушел? Ты сам должен решить, чего хочешь. Думаю, ты хочешь умыться. Привет, Джордж. Люся, ты не уехала в Англию? Да, должна была. Но сначала хочу кое-что тебе показать. Смотри, вот здесь и здесь, и вот большой район Макамази. В 60-х там планировали заповедники, но не сделали. Мой знакомый в посольстве Танзании поговорил с местным управлением природоохраны, и они заинтересовались идеей открытия заповедника. А денег дадут? Немного, для начала. Они предложили трастовый фонд. Думаю, имя Адамсона поможет решить финансовые проблемы. Я знаю, в Англии много богатых спонсоров для такого дела. Фонд дикой природы. Да, звучит неплохо. По размеру в три раза больше кора. Поддержка правительства Танзании. Перевезем туда Львов. Как думаешь? Прошу вас, меня извините. Джордж, давай все обсудим. Может быть, это неплохой шанс. Кора – мой дом. Я здесь прожил. И здесь умру. Кора изменилась. Она не похожа на прежнюю. А может быть, это и к лучшему. Я отдал Коре 30 лет жизни. Я очень надеялся, что ты заменишь меня здесь. Но это решение ты должен очень хорошо обдумать. Мне нужно кое-что сделать. А тебя, кажется, там ждет юная дама. Да. Что? Сожалею. Нет. Что? Ты хочешь сказать, что даже не поедешь посмотреть? Зачем, если сам Джордж не хочет? Он может передумать. Джордж нет. Фит, Джон, вас же выкинут отсюда. Очнись. Это решение Джорджа. Мы можем это сделать и без него. Есть доверительное управление. Ты бы мог... Без Джорджа? А может быть, я не хочу это делать без Джорджа. Может быть, мне не нужны твои дурацкие советы. Чего ты приходишь сюда со своими картами, схемами и кретинскими теориями? Мы в порядке. Оставь нас в покое. Ладно. Хорошо. Я отложила полет в Лондон ради всего этого. Зачем, спрашивается? Боже мой, я даже хотела... Я хотела лично вас профинансировать. Решайте сами свои проблемы. Сами. Везите осторожно. Хозяин, ты куда? Хозяин. Браконьеры. Тони Фитджон вызывает Нгета. Прием. Это Джеймс Нгета. В чем дело прием? Джеймс, у скал Квелия слышны выстрелы. Мы выезжаем туда. Прием. Продолжение в долю. Продолжение следует... Продолжение следует... Терренс, на землю! 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 Я... 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 Легок на помине! Терренс, на землю! Я... Я думал... Терренс, на землю! Я... Это просто... Терренс, на землю! Терренс, на землю! Терренс, на землю! Красиво... Терренс, на землю! Терренс, на землю! Терренс, на землю! Я... Терренс, на землю! Я так... Я Тарзан, ты Джейн. Давай побыстрее, в чём дело? Как твоя нога? Думаешь, я правда её вывихнул? Что? Это молодой, голодный. Симулянт. Ну, хватит. Знаешь, давай его пугнём. Да. Это хорошее место для львов. Да. Хорошее для львов, слонов, носорогов. Да. Джорджу здесь понравится. Терренс, посмотри. Комета Галлея. Комета Галлея. Помнишь, как мы впервые видели её в Индии? Комета Галлея. Терренс, иди сюда. Иди взгляни. Смотри, какая она сегодня яркая. Помнишь, как мы за ней наблюдали? 910 год. Как она озаряла небо. Как отражалась в бассейне перед дворцом в Акбаре. Помнишь? Помнишь, как мы пытались дотронуться... Дотронуться до неё в воде. Смотри. Смотри, какая она яркая сегодня. Иди, Терренс. 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 Мой дорогой брат. Джордж, я могу чем-то помочь? Может быть, связаться с Тоней? Знаешь... Горькая ирония. Всё тяжелее и тяжелее. Терять близких, чем старше сам. Чем старше становишься... Тем больше людей теряешь. Пока, наконец... Не потеряешь всех. Пойдём, Джордж. Хамиша приготовит тебе хороший чай. Спасибо. Макси. Знаешь, я, пожалуй... Немного прогуляюсь. Схожу в меру. Где мы с Терренсом бывало, охотились и рыбачили. Где мы были так молоды. Я возьму... Каретту с собой за компанию. Как скажешь. Может, и мне пойти с тобой? Нет, нет, спасибо. Не надо. Только Каретта и я. Я уже стар для таких дел. И всё больше старею. Я не слишком сегодня болтлив. Что ты хочешь мне сказать? О, Боже. В северных провинциях Кении продолжаются бесчинства. Сообщается, что в районе Мэро бандиты убили 47 жителей деревни. Президент Моахим Гахан выразил сочувствие семьям погибших. Знаешь, Сулейман, ты должен охранять эти места. Ты чуешь, видишь и слышишь нарушителей гораздо лучше меня. КОНЕЦ Слушай, не надо. Мистер Адамсон. Срочно вызывай врача. Не надо мне никакого врача. Как Сулейман. Сильно испуган. Он не виноват. Это была игра. Я должен был предвидеть. Это моя вина. Мистер Адамсон, вы должны жить. Вечно. Не волнуйся, Хамиши. Так и будет. Привет, Тони. Привет, док. Ну, как он там? Я наложил швы. Джордж потерял много крови, но ничего, жить будет. Он крепкий старик. Должен сообщить тебе, что у Джорджа ранняя стадия остеопороза. Необратимая деформация костей. Это развивается быстро и лечению не подлежит. Через год он будет в коляске. Он знает? Нет. Сам как-нибудь скажешь. Я дал ему антибиотики. Звони, если рана загноится. Лови, я не буду кормить тебя с руки. Вот так. Ищи сам свой обед. Вот так. Мистер Джордж, к вам особый посетитель. Виктория. Боже мой. Столько лет прошло. Джордж. Боялась, что не узнаешь. Просто немного. Голова кружится. С чем пожаловала? Приехала ухаживать за тобой. Теперь тебе нужен уход. Не нужен мне никакой уход. Но я безумно рад тебя видеть. Тони, Тони. Познакомься с Викторией Андричелли. Здравствуйте. Тони Фиджон. Приветствую. Я охранял сафари ее отца в 60-х. Нет, нет. В 40-х годах. Да, в 40-х, как раз после войны. Помнишь ту бурю на озере, Рудольф? Ты нас вытащила на берег? Да, я спасла ему жизнь. И спасла тебя, Джордж. Верно. С тех пор я боюсь купаться. Я охраню все твои письма. Как здорово, что ты приехала. Ты помнишь, Джордж? Ты не помнишь. Редактор субтитров. Вот и пришли. Я думаю, Гроув с котятами должна быть где-то недалеко. Вряд ли мы ей нужны. Оно теперь дикое? Да, верно. Я пришел лишь поздороваться. Немного угостить. Вот и все. Слушай, Джордж. Нам надо поговорить. Время уходит. Ты знаешь, что я люблю Куру не меньше тебя. Но она гибнет. Отсюда выгоняют меня. Хотят избавиться от тебя. Пора что-то решать насчет будущего. Почему бы тебе не посмотреть, Макамазе? Сколько раз я должен повторять, чтобы ты понял? Я никогда не покину Куру. Никто и ничто меня не заставит. Ни браконьеры, ни пастухи, ни вождь, ни правительство. Никто. Но они хотят тебя убить. Времена изменились, Джордж. Уже бессмысленно выпускать львов на природу. Природа не осталась. В Макамазе большие площади их можно оградить от браконьеров. Никогда. Никогда, Джордж. Знаешь, почему Сулейман напал на тебя? Потому что ты стареешь. Старею. Я еще выполняю свои обязанности. Но надолго ли тебя хватит? Львы ведь чувствуют это, Джордж. И однажды они убьют тебя. А если не они, то бандиты точно. Ты ничего не знаешь о львах. Разве я тебе мало о них рассказывал? Они метят свою территорию. Они дерутся за свою территорию. Они живут на своей территории. И они умирают на своей территории. Но я не смогу смотреть за тобой здесь. Ты смотреть за мной? За мной не надо никому смотреть. Я не нуждаюсь в присмотре. Господи, ты просто старый придурок. Ну, давай. Давай. Вставай, поднимайся. Давай, я покажу тебе, нужно ли за мной смотреть. Вставай. Катись в свою чудесную Макамази. Вперед. Я хочу, чтобы ты уехал. Давай. Ты мне больше тут не нужен. И не возвращайся. Слышишь меня? Не возвращайся. Вперед. Хорошо. Я не против Джорджа. Делай тут, что хочешь. Привет, как дела? Хорошо. Поезжай в лагерь, запускай генератор и нагревай плиту. Нам еще долго, пап. Пара минут. Карен, бери Сару. Бежим. Быстрее, быстрее. Мистер Мбоя, прошу уделить мне минуту. Ничего. Я хочу извиниться за свое прошлое поведение. Ты погубил растение. Верно, и мне очень стыдно за это. Но, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу подготовить место для Джорджа в Танзании. Это займет месяц-два. Потом я как-нибудь вытащу его из коры, и делайте с ней что хотите. Но пока меня нет. Направьте туда отряд для защиты. Вряд ли это возможно. Сэр, в Кении была убита Джой Адамсон. Хотите, чтобы еще один Адамсон погиб? Ладно, я сегодня вышлю отряд. Извините, мистер Адамсон. Но отряду приказано преследовать банду. Они сожгли две деревни к северу от Мбала-Бала. Да, я знаю. Могли бы вы оставить пару человек. Мы вернемся через день-два. Виктория. Виктория. Где Виктория? Где же она? Виктория! Виктория! Виктория, иди сюда. Давай, давай. Битачи отвезет тебя. Садись. Я никуда не поеду. Что? Я никуда не поеду. Дорогая, временно. Пока все не утихнет. Здесь опасно. Пожалуйста. Нет, 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 я останусь с тобой, Джордж. Я выставила в 53-м и не хочу убегать сейчас. Я буду с тобой. Еще долгое время. Женщины. Немыслимые существа. Битачи, она не едет. Так, мы будем дежурить в две смены. Максвелл вызывает Макамази. Слышите, Макамази? Привет, Макс, как дела? Не очень хорошо. Нам пришлось уйти. Лагерь атаковали. Убили Рольфа и Али. Мы едва спаслись. Ты цел? Все нормально. Идем на время в Арушу, где живет мой брат. Ты не видел Джорджа? Как он там? Я как раз звоню по этому поводу. Рейнджеры уехали вчера. Джордж там один. Спасибо, Макс. И создал Бог зверей земных породу их. И сказал, да будет так. Вот это о вас, друзья мои. Бог говорит о вас. Да. Кто же заслонит вас после того, как не станет меня? Вы имеете полное право жить на земле, так же, как и люди. Да, но именно мы лишили вас Его. Что же дальше? Ах, да. Вот. И создал Бог тварей, присмыкающихся по земле. И увидел Бог, что это хорошо. Вы слушаете меня? Или спите? Можете лететь. Здесь все документы. Хорошо. Большое спасибо. Добрый день, мистер Фидджон. Добрый день. Есть проблема? Нам сообщили, что в Горисе вам предъявлено обвинение в связи с незаконным хранением оружия. Что? Это чудовищно. Нам придется доставить вас в участок для выяснения. Надеюсь, мы все выясним быстро. Позвоним в Горису. Мне кажется, выехнул лодыжку. Стой. Стой. Виктория? Виктория? А где госпожа? Не знаю, хозяин Битачча? Битачча! Боже, Битачча! Битачча! Не надо Боже, я не хочу Пустите меня Где Джордж Адамсон? Я не знаю Кея, Ангаша У меня нет денег Пустите Оставьте меня в покое Прыгайте оба Прыгайте оба Прыгайте Быстро Прыгайте Битачча Битачча О, мой Бог Господи Битачча 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 КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Идите. Девушки отдыхают. 14 июня. Терренс на этой неделе нашел молодого англичанина. Его зовут Тони Фитцджон. Упрямый, заносчивый, гордый. Прямо как я в молодости. Интересно, что из него получится. Девушки отдыхают. Мир стал вдруг как-то меньше и скудней, потому что из него исчезла некая важная часть. Я всегда с радостью сознавал, что есть этот заповедный уголок, который называл Домом, где человек гуляет со львами. Джордж открыл мне глаза на Африку и ее природу. Теперь это станет моей жизнью. Джордж прикоснулся к жизни многих людей. И к моей тоже. И вот он умер. Ему было 83 года, но он умер слишком рано. Если исчезнут все звери, люди погибнут от непрекаянности духа. Ибо то, что постигает животное, постигнет и человека. Из письма индейского вождя Сиэтла, президенту США Франклину Пирсу, 1855 год. Мы с Люси продолжаем делать Джорджи в заповеднике Макамази в Танзании. И мы чувствуем, как он незримо направляет наши труды. Для нас Макамази – то же, что кора для Джорджи. Тихое, мирное убежище для африканских зверей. Мы не вправе их бросить. Возможно, это их последний шанс. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. По заказу ТНТ. Режиссер Ирина Смольская. Звукорежиссер Сергей Панов. Перевод Владимира Чипоженко. Текст читали Марина Тарасова, Дмитрий Полонский. Текст читали Марина Тарасова, Дмитрий Полонский. Текст читали Марина Тарасова, Дмитрий Полонский. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!